Ну что же, друзья, с нами победитель матча Федосеев-Ковалев, сам Владимир Федосеев. Володь, поздравляем тебя с победой, с яркой и достаточно... Спасибо, Володь, спасибо, да. Поздравляем, поздравляем, отличный матч, 2-0 в одни ворота. Ну, так или иначе, так может показаться, наверняка были там моменты интересные, сложные. Что-нибудь расскажешь, Володь, о сегодняшнем вообще, вообще противостоянии с Владом, как вообще сложился матч все-таки? Ну, как-то матч достаточно легко сложился для меня. Ну, сегодня сработала, мне кажется, дебютная идея, которую мы готовили с Максом Чигаевым в начале года. Просто повезло, что... Ну, я, конечно, близко не угадал, это ферзь Д4, ферзь Д2 от Влада, ну, как и в первой партии. Но мне каждый раз повезло, что у меня очень хорошие остаточные знания в позициях были. И, ну, буквально вот с раздачи я уже плюс час стоял, наверное, ходу на двадцать... на девятнадцатом. На девятнадцатом году ходу у меня уже был час лишнего времени. Но тут я... Да, вот тут я, может быть, слишком надежно сыграл слон с G7, но я не понимал, как по-другому здесь продолжать. Вот кони в четыре, там какие-то счетные линии, какие-то прыжки начинаются. Я решил это ему не давать, слон G7, ну, максимально надежный, вот. И дальше как-то он развалился, вот, мне кажется, конь C3, ход 23-й очень плохой. Надо было, конечно, конь D4 ему играть с страшной борьбой. Там белые коня могут на C6 переводить, черные будут играть на своем фланге, белые на своем. Наверное, принципиально бы забирал пешку, да, на F4? Ну, я бы забрал, конечно, да, но мне делать нечего, меня не спрашивают. Но позиция мне казалась очень неясная. Я не был уверен, что у меня там выше перспективы. А вот после конь C3 меня все это снова стало радовать. После конь C3 опять мне показалось, что совсем все плохо уже у Влада. Ну, и вот он еще плохой очень ход сделал, ферз B6 и конь B5. Все, вот эти фигуры вышли, да, кони здесь прямо зарешали. Прямо такие красавцы на C5 и F5. Да, тут просто как-то все ловится. То есть у белых полная дисгармония образовалась. Вот конь C3 крайне неудачный, 23-й, надо было конь D4 отдавать лешку. Конь бежит на C6, там страшная война какая-то. И оценить ее не просто, но, наверное, у черных достаточно хорошо. Все-таки они поменяли те фигуры, которые им было надо поменять в позиции. Но у белых много перспектив, и они могут эту позицию играть на нужный им результат, то есть на победу. Ну, хорошо, давай немножко не о шахматах, как вообще в Сочи тебе? Вообще супер. Я пока себя ощущаю на таком вот, на шахматном сборе. То есть вроде бы какой-то сбор проводится, мы учим много теории с Дани Юфой, а потом приходишь, сидишь, два дня кто-то вылетает, и ты дальше продолжаешь делать то же самое. Вот. Ну, в общем, пока все супер. Мне и атмосфера нравится, и то, что происходит, тоже, конечно, очень нравится. Здорово. Это можно сказать... Свободное время. Свободное время. Еще один вопрос, потом Настя будет задавать вопросы. В баскетбол поиграли. Ну, в общем, активно проводим свободное время. Много разных вещей делаем, обо всем рассказывать не буду, но очень активно живем здесь, и я, в принципе, очень доволен тем, что пока происходит. А как с антиковидными какими-то мероприятиями? Вот сейчас я к вам пришел после допинг-теста и ПЦР-теста. То есть я вот успел это сдать, причем оба теста за 20 минут сдал. Это, наверное, мировой рекордсмен по сдаче ПЦР-тестов и допинга одновременно. Да, потому что допинг довольно такая, я скажу, сложная процедура. Первый раз сдавал. В общем, не совсем приятные впечатления, но что поделать. Это обязательство. Будем надеяться, чтобы тест прошел удачно. А я не знаю, можно ли задать такой вопрос, как ты относишься вообще к прививкам? То есть те, кто сделали прививки, возможно, они должны проходить тесты в этом случае? Непонятно на самом деле. У нас же прививка не означает того, что человек не может заболеть, поэтому они тоже должны безусловно тесты проходить. Но и прививку, наверное, надо делать. То есть к прививкам-то я позитивно отношусь. Я просто боюсь, но как бы это не мешает позитивному отношению к процессу. Ясно. То есть казалось, что вот этот матч ты выиграл как-то на одном дыхании. Как насчет предыдущих двух матчей, если ты сравнишь их? Ну, пока все матчи довольно просто для меня сложились. Я бы даже сказал, что пока трудностей у меня не было. Ну, Тимур Гореев вовремя понял черными, что можно сделать ничью вместо поражения. И как бы эти успехи моих соперников окончились. Не знаю, тяжелых матчей у меня пока не было. Дико складывается по ощущениям. А кто следующий? Победитель пары Андрей Кенывич у меня следующий. Ну, вот Ивич давит страшно. У Андрей Кена ситуация тяжелейшая. Ивич, я вот рассказывал как раз в трансляции, что я с ним знаком лично. Играл тоже с ним парень. Очень опасный тактик. И вот сегодня он как раз... Теоретик очень опасный. На самом деле длинные ветки играет, хорошо ориентируется в них. И он уже, я считаю, больших успехов добился на этом Кубке мира. Если он еще Диму выбьет, это будет просто феноменальный результат для сербских шахмат, я считаю. Ну, Дима вроде бы отбивается сейчас единственными ходами. И чудом просто совершенно продемонстрировал феноменальную как раз таки упорство. И вот вроде бы как отбивается. Хотя, конечно, позиция крайне опасна была. Посмотрим, посмотрим, как это все будет. Честно говоря, я сейчас хочу больше отдохнуть и настроиться уже на следующий день. Ну, тоже, Володя, да, но желаем тебе успеха. Надеюсь, что еще к нам придешь. Спасибо, Володя, да, постараюсь какой-то повод создать. Найти хороший. Да, 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 чтобы к вам прийти. Ну, иногда бывает, играешь там три матча прекрасно, а потом одну какую-нибудь парчу плохо сыграл и домой поехал. Это, в принципе, стандартная такая лирика для Кубка мира, поэтому вперед не загадываем. Не будем загадывать, но удачи тебе в любом случае. Ну, что, ешь кокосы, ешь бананы, как говорится. Да, 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 Чонкачанка, да, давай, Володя, удачи.